Доброго времени суток всем, кто смотрит видеоблог, кто еще нет, подписывайтесь. С вами Татьяна на связи и вам огромный привет из Солнечной Шарлотты. Сегодня я пойду прогуляюсь по Антикмолу, где продают различные старинные вещи из Америки. На самом деле антиквариат в Штатах очень сильно ценится. Так что пойдемте вместе со мной шопогольничать сегодня вперед. Здание снаружи похоже больше на старинную фабрику, которую переделали под антиквариатный магазин. Здесь отличное место, чтобы выбрать какие-то интересные штучки для интерьера. Ну в общем, что я рассказываю, сейчас пойдем и вам все покажу. Примерно выглядят бутики. Каждый маленький бутик представляет свой собственный хозяин. И здесь можно найти очень-очень много старинных вещей. Здесь можно найти старинные куклы, старые книги, какие-то вещи из путешествий. Кто-то даже вот такой вот кукол продается. Идем дальше. Что здесь есть? Старинные пластинки, старинная мебель, картины можно найти. В общем, все, что когда-то люди выбрасывали, кто-то это все подобрал и красиво оформил. И сейчас продают вот даже, смотрите, можно найти старые роликовые коньки. Посмотрите, какие классные. Но это больше для винтажное такое все. Сейчас это модно. На самом деле больше для коллекций. Это мой один из самых любимых бутиков, так называемый Upcycle, где используют вещи не по своему предназначению. Посмотрите, какие лампы сделаны из цепей, столик, лампа в виде шлема мотоциклиста, печатная машинка. В общем, такие вещи использованы. Очень интересно. Смотрите, допустим, стол в форме велосипеда. Тоже необычным. Раньше я здесь видела керамическую ванну, получается, и вырезали, и сделали из нее диван. Вообще, на самом деле, классно очень. Здесь вот очень много всяких вывесок, различных, светящихся реклам. Тепарианный молл очень огромный по размерам. Обойти его весь, посмотреть все вещи, ну просто это невозможно. Здесь однозначно очень много вещей для интерьера. Если хотите создать какой-то необычный, к примеру, интерьер, вот со старинной мебелью, или вот, к примеру, вот такой вот комод за 495 долларов, использованный кожу или шерсть для животного, либо такой в стиле «рустик» стайл. Один из самых любимых бутиков в стиле «шилбишик». Здесь такие вот застаренные специальные комоды продают. Такие бюстеры. картины, кресло-качалка, лошадка-качалка, точнее. Здесь какое-то все такое деревенское. Даже какие-то старинные ножницы продаются, и что это? Да, непонятно. Идем дальше. Смотрите, какие старинные комоды. Сейчас вот этот вот стиль в дизайне интерьера очень модный. То есть делается новая мебель, специально застаривается. И такие вещи стоят очень дорого. Но вот здесь вот он стоит 650 долларов, такой комод. Очень модные большие такие часы на компас. Здесь вот можно было... Здесь чего только? Нет. Практически все можно найти. Старые пластинки, мебель на 20-х, 30-х, 50-х годов. Старые приемники, лампы. В общем, здесь можно действительно по-настоящему изучить историю Америки в вещах. Мне кажется, здесь даже воздух тяжело дышать. На самом деле, от количества различных вещей. Я, допустим, не люблю, когда много вещей везде. Я такой минималист больше. И от количества вещей как-то мне здесь немного сложно находиться. Смотри, сколько различных телефонов. Теперь я поняла, где вот Crackle Barrel. Я делала видео, а теперь поняла, где они купили все вещи для дизайна этого магазина. Смотрите, старые стулья. Вот такие вот облупленные стулья. Ну вот, нагадайте, сколько такой стульчик стоит, да? Один комод. Вот в России, мне кажется, кому он нафиг нужен такой ржавый стуль. Стоит он, например, вот такой. Стоит он 72 доллара за штуку. Такие вот ржавые какие-то панели металлические. Ржавая клетка. Но это все сделано под стиль. За плесневелая качеля. У нас бы в России такую бы на свалку выбросили, да? Которая уже реально по ней плесень, грибы растут. Смотрите, да? А такая вот стоит 110 долларов. И все, что вот наши бабушки выкидывали бы, да? Здесь американцы собрали просто и продают. Вот, например, старые обувь, какие-то пивные кружки, да? Старая замызганная сумка, да? Казалось бы, кому вот это все надо? Но покупает же народ. Здесь очень много покупателей. Вот и старые украшения. Видите, что я здесь нашла? Нашла старую Кока-Колу. Не, какого она года? 2002 года. Представляете, наборы шести бутылок Кока-Колы стоят 65 долларов. Она, наверное, уже забродила там, действительно. Такой напиток. Казалось бы, кому он нужен, но продают. Я готова здесь гулять часами. Просто разглядывать старые вещи. Смотрите, нон-стоп газолин. И рядом собака такая сладкая сидит. Здесь вот соль, перец. Смотрите, какой старый комод. Ну, очень такой интересный. Со своим характером, да? Такой деревенский старинный стиль. Очень классный. Застаренные зеркала. Что еще? Какие-то статуэтки здесь. Очень много книг. Ну, а мне такое ощущение, что многие владельцы вот этих бутиков просто ездят по, так называемым, ярдсел, о которых я вам обязательно в скором времени расскажу, которые я тоже обожаю. И просто скупают все старые вещи. Даже, может, не скупают, и, может быть, даже отдают это бесплатно. Просто кто-то хочет от этого избавиться, скорее. И здесь они просто выставляют, очень красиво это подносят и продают. Вот вам, пожалуйста, классная бизнес-идея, да? Насобирать у бабушек везде старинные вещи и открыть антиакварианный магазин. Ну, я не знаю, насколько это будет выгодно, конечно, в России. Но, смотрите, рога продают. Кому и нахрен нужны, да, зимите, пожалуйста, да? Таких рогов только нет. Далая коллекция. Вот такой вот интересный бутик. А напротив здесь такой хиппи, я бы сказала. Бутик с различным хендмейдом. Бусики, какие-то магнитики. Вот самодельная. Вот, казалось бы, что мастерок, да? И деревянная доска. А это часть искусства, 18 долларов. Старый холодильник. Походу, он не продается. Он просто так. Для украшения. Идем дальше. Здесь для интерьера. О, смотрите, старинная пижама. Кто желает, могу выслать. Старинные чемоданы. Идем дальше. Видите, дорожка идет и не кончается, потому что очень-очень много здесь бутиков. Я не знаю, наверное, 200 или 300 таких вот маленьких бутиков с различными мелочами. Старинные журналы продают. Люстры. Вон, смотрите, старинная одежда. Если кто-то решит организовать ретро-пати, я знаю, где можно прикупить себе наряд. Да, мое любимое, это вот это вот розовенькое. Или шубу здесь можно купить. Старинные вещи. Мне на самом деле нравится вот такой стиль. Немного рустик, такой шеби-шик. Сейчас я на самом деле делаю ремонт у себя дома, крашу стены и присматриваю какие-нибудь декоративные штучки. Но я не думаю, что это место идеальное для, чтобы что-то здесь купить, потому что на самом деле цены немного здесь завышены. Ну и я это понимаю, потому что аренда здесь стоит очень дорого. Ну и чтобы хоть как-то купился бизнес, понятно, что нужно наценить как минимум в 2-3 раза. Даже на верхней полке. Старые детские машинки игрушечные. Не знаю, насколько эти игрушки еще могут использовать детьми, но это больше, наверное, часть истории. Ретро-педал-кар. Она даже на педалях. 350 долларов такая. Детская игрушка. Интересно, если бы они написали еще, когда она была произведена. О, корыто. Кто хочет корыто? Деревянное. Африканские статуэтки. Тоже очень классный павильон. Старинные деревенские стили. Не знаю, наверное, 20-х годов, я бы сказала. Смотрите, какой потрепанный такой стол. Он уже разводран. У него видно, что потрепало его время. А часть искусства. Вот сейчас точно 42 доллара стоит. Такая штука. Ну, это очень классно для создания такого тематического интерьера. Старинные зеркала. Смотрите, вот из бурлап. Бурлап, не знаю. Ну, вот из такого материала, да, сделаны растяжки. Старинные ящички, комодики. Ну, вот у нас, наверное, она дача у многих, наверное, в России. И то такой старинной мебели нет. Здесь находится старинная мебель. Антиквариатные. Вот такие вот зеркала. Называется Sunburst Miros. Очень модный сейчас в интерьере. Почему здесь столько можно найти? Успевайте разглядывать. Смотрите, какие стулья интересные. Столько картин разных. О, даже хрюшка плетеная есть. Сапли. Ну, то есть буквально найти можно практически все. Все, что вы пожелаете. Даже вот кресла такое старинные. С зеброй. Закончилась видеоэкскурсия по антиквариатам. Если вам понравилось, ставьте «Нравится» кнопочку. Комментируйте, какие необычные вещи вас больше всего удивили. Что вам понравилось больше всего. Считаете ли вы, что в России возможен такой бизнес, продавать старинные вещи. Есть ли такое уже? Пишите. Буду рада новым комментариям. Всем огромный привет. Пока-пока.